Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Мы продолжаем разговор о компонентах почвы, которые мы с вами можем уносить при составлении субстрата при выращивании рассады и точно так же при выращивании на грядках наших летних культур. Итак, я хочу вам рассказать о таком удобрении и одновременно готовом субстрате под названием биоперегной. Есть биогумус, это крепкое такое стопроцентное удобрение. Здесь же к этому удобрению добавлено просто еще обычный перегной без деятельности червей. Поэтому его можно использовать и как в качестве удобрения и как в качестве уже готового субстрата, готового для посадки. Вы сейчас занимаетесь уже или будете заниматься рассадой, можете приобретать это удобрение, в общем-то, его смешивать со своими компонентами, либо использовать прям напрямую. В таком случае до посадки в открытый грунт или в теплицу не обязательно совсем нужно будет подкармливать ваши растения. Вот этого питания, которое у вас здесь находится в достаточном количестве, хватит вашим растениям, ну скажем, томаты вы выращиваете 55-60 дней, вот ни разу вам не придется их подкармить. Перцы 60-70 дней выращиваете, ни разу не нужно будет их подкармливать, если вы посадите эти растения на вот это биоперегной. Структура очень хорошая. Вот давайте сейчас разрежу. Она похожа на биогумус, но включает в себя немножечко больше крупных фракций, таких отдельных. Видите, да, что здесь не просто крошечки кругленькие, но еще попадаются достаточно крупные частички. И плюс ко всему добавлен перлит. Перлит, вы помните, для чего перлит рыхлит почву, не дает ей строживаться, скамкиваться, а значит корневая система будет всегда находиться в хорошем состоянии в плане воздуха и водопроницаемости. Дорогие мои, если вы где-то увидите вот этот субстрат, обязательно покупайте. И тот, и другой, и биогумус, и биоперегной не содержат торфа. Поэтому, если вам нужно, например, увеличить количество субстрата самого, вы можете взять хорошенького торфика купить, скажем, там низинного торфа, он уже сам по себе имеет кислотность около 6-7,5. Добавить хотя бы пополам биоперегной, и у вас получится очень-очень хороший субстрат. Но, может быть, разочек все-таки придется вам подкормить. Только за счет того, что вы разбавите его торфом, который практически имеет ноль питательности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова